Часть пятая. В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Рабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землею целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывающей теперь роль хозяйки дома. Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться. — Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если б ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он ее разыскивает, и об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас, и он может ее забрать, и дело с концом. Во Шеннерах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай, но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и ее любовнику. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет. Да в конце концов вы совершенно не виноваты, никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два... — Он весьма интеллигентный человек, — прервал Швейка, поручик Лукаш, — я его знаю. — Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму. Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы. А адрес вашей супруги в настоящее время далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша. В один прекрасный день пани Катти была весьма неприятно поражена, когда в квартиру нагрянул оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Катти, не потеряв в этот момент присутствие духа, представила друг другу обоих мужчин. — Мой муж. — Господин поручик Лукаш. Ничего другого ей не пришло в голову. — Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер. Приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем. — Не угодно ли? Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил. — Скоро едете на фронт, господин поручик? — Я подал рапорт о переводе меня в девяносто первый полк в Будеевицах. Вероятно, я поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров. Но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление. Молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. — Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того, чтобы стремиться стать юнкерами. — Война сильно повредила торговлю хмелем. — Однако, я думаю, она долго не продлится, — заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика. — Наше положение весьма благоприятное, — сказал поручик Лукаш. — Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. — Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. — Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи. — Однако нет никакого сомнения, что как только мы прорвем фронт между Карпатским хребтом и Средним дунайцем, войне наступит конец. — Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей Восточной Франции и, кроме того, вторжение германских войск в Париж. — Это совершенно ясно. — А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. — Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. — В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные маневры на Южном театре военных действий принесут свои плоды. — Извольте взглянуть. Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять. — Восточные бескиды. — Это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы. Война кончится скорее, чем мы предполагаем. — А что, Турция? — спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал. — Турки держатся прекрасно, — ответил поручик, опять подводя его к столу. Председатель турецкого парламента Галибей и Алибей приехали в Вену. Командующий турецкой дарданельской армией назначен маршал Лимон фон Зандерс. Гольц Паша приехал из Константинополя в Берлин. Наш император наградил орденами Энвер Пашу, вице-адмирала Уседон Пашу и генерала Джеват Пашу. Довольно много наград за такой короткий срок. Галибей, Алибей, Энвер Паша, Джеват Паша — турецкие политики и генералы, игравшие видную роль во время мировой войны 1914-1918 годов. Лимон фон Зандерс — вице-адмирал. Уседон Паша и Гольц Паша — германские генералы, служили во время Первой мировой войны в турецкой армии. Некоторое время все сидели молча, друг против друга, пока поручик не счел удобным прервать тягостное молчание словами. — Когда изволили приехать, пан Вендлер? — Сегодня утром. — Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома. Я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, собственно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, ее здесь никто не побеспокоит. Ради старого знакомства торговец хмелем кашлянул. — Катти, странная женщина, господин поручик, примите мою сердечную благодарность за все, что вы для нее сделали. Ни с того ни с сего вздумалась я ехать в Прагу, лечиться от нервов. Я в разъездах, приезжаю домой, никого, Катти нет. Притворясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил. — Ты, наверное, решила, что если я уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома. Ты, конечно, и не подумала. Видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и, указывая на подчеркнутые места, сказал. — Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Посмотрите на эту большую, обращенную к юго-западу дугу, где группа гор образует естественное укрепление. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и северной армией на Висле. — Теперь вам это понятно? Порговец хмелем ответил, что теперь ему все совершенно понятно, но потом с присущей ему тактичностью спохватился, что это могут принять за намек, и, садясь на прежнее место, заметил. — Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия, Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока еще отправляем его в Италию, но опасаюсь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы. — Италия сохранит строгий нейтралитет, — утешал его поручик. — Это совершенно... Но почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией? Внезапно рассверепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову, и хмель, и жена, и война. Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие. Экспорт равен нулю. А Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она еще в 1912 году возобновила с нами тройственный союз? О чем думает итальянский министр иностранных дел Маркиз Ди Сан-Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь? Пожалуйста, не думайте, что я не в курсе событий, — продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма. Пани Катти с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догоняло другое и разбивало его. Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбра-Авэвр у Марша сгорело три пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше пятисот мешков хмеля? Комбра-Авэвр у Марша. Город в центре Бельгии. Гартмансвейлерский пивоваренный завод в Вогезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мульгаузена сравнен с землей. Вот вам уже убыток в тысячу двести мешков хмеля в год для моей фирмы. Шесть раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек. Вот вам еще убыток в триста пятьдесят мешков хмеля в год. От волнения он не мог связно говорить, встал, подошел к своей жене и сказал, Катти, ты немедленно поедешь со мною домой, одевайся. Меня все эти события совершенно выводят из равновесия, сказал он через минуту, словно оправдываясь. А раньше я был вполне уравновешенным человеком. Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику. Это она проделывает не в первый раз. В прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с Загребским пивоваренным заводом на поставку шестисот мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя. А нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесет нам последний удар. И, закуривая предложенную поручикам сигарету, он с отчаянием в голосе сказал, — Одна только Варшава покупала у нас две тысячи триста семьдесят мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там — Августинский. Их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние. Хорошо еще, что у меня нет детей. Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя Августинского завода из Варшавы вызвало у поручика легкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счел нужным продолжить свою речь. Венгерские пивоваренные заводы в Шопроне и в Большой Ткани же покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию, приблизительно тысячу мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на тридцать процентов дешевле, а они все-таки не заказывают ни одного мешка. — Застой, упадок, нищета! Да ко всему этому еще семейные неприятности! Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушило пани Кати, приготовившейся к отъезду. — Как быть с моими чемоданами? — За ними заедут Кати, — сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходок и неприятных сцен. Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в два двадцать. Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передний поручику, — В случае, если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать, как самые заботливые няньки. Вернувшись в спальню, где пани Кати одевалась в дорогу, поручик нашел на умывальнике четыреста крон и записку. Господин поручик, вы не могли защитить меня от этой обезьяны, моего мужа, идиота высшей марки. Вы позволили ему утащить меня, как какую-то забытую в вашей квартире вещь. Кроме того, вы позволили себе заметить, будто предложили мне свое гостеприимство. Надеюсь, я ввела вас в расходы не более, чем на прилагаемые здесь четыреста крон, которые прошу разделить с вашим денщиком. Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках, потом медленно разорвал ее, с улыбкой взглянул на деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причёсываясь перед зеркалом в волнении, забыла на столе расчёску, приобщил эту расчёску к коллекции своих фетишей и реликвий. После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика. — Швейк, — сказал поручик, — нам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала, и ее увез муж. А за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике четыреста крон. Вы должны как следует поблагодарить ее, а также ее супруга, потому что это, собственно, его деньги, которые она забрала с собой на дорогу. Я вам продиктую письмо. И он продиктовал. — Милостивый государь, соблаговолите передать сердечную благодарность вашей супруге за четыреста крон, подаренные мне ею за услуги, которые я ей оказал во время пребывания в Праге. Все, что я для нее сделал, я делал с удовольствием, и посему не могу принять эти деньги, и посылаю их... — Ну, пишите же дальше, Швейк. — Чего вы там вертитесь? — На чем я остановился? — И посылаю их... — срывающимся трагическим голосом прошептал Швейк. — Так, отлично. — Посылаю их обратно, с уверениями, в совершенном уважении. Шлю почтительный привет и целую ручку вашей супруги. Йозеф Швейк, денщик поручика Лукаша. Готово? — Никак нет, господин обер-лейтенант. Числа еще не хватает. — 20 декабря 1914 года. — Так, а теперь надпишите конверт, возьмите 400 крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу. И поручик Лукаш начал весело насвистывать арию из-за перетки разведенная жена. — Да, вот еще что, Швейк, — сказал поручик, когда Швейк уходил на почту. — Как там насчет собаки, которую выходили искать? — Есть одна подходящая, господин обер-лейтенант. Замечательно красивый пес, но достать его будет трудновато. Завтра авось все-таки приведу. Кусается. Часть шестая Последнего слова поручик Лукаш не дослышал, а между тем оно было очень важным. — Хватает, сволочь, за что попало? Хотел еще раз повторить Швейк, но в конце концов решил, какой, собственно говоря, поручику до этого дела? Он хочет иметь собаку и получит ее. — Легко, конечно, сказать, приведите мне собаку, но ведь каждый хозяин зорко следит за своей собакой, даже за нечистокровной. Даже жучку, которая ни на что другое не способна, как только согревать своей старушке хозяйке ноги, хозяйка любит и в обиду не даст. Сама собака, особенно породистая, инстинктом чувствует, что в один прекрасный день ее у хозяина утащат. Она живет в постоянном страхе, что ее украдут, непременно украдут на прогулке. Например, пес отбегает от хозяина, сначала веселится, резвится, играет с другими собаками, лезет на них, не признавая никакой морали, а они на него, обнюхивает тумбы, закидывает ножку на каждом углу. Кстати, и около торговки, прямо на корзину с картошкой. Словом, наслаждается жизнью вовсю. Мир кажется ему поистине прекрасным, как юноше, удачно сдавшему экзамены на аттестат зрелости. Но вдруг вы замечаете, что вся резвость его исчезает? Пес, начиная чувствовать, что погиб, тут на него находит отчаяние. В испуге он носится взад и вперед по улице, тянет носом, скулит, и в полном отчаянии, поджав хвост, заложив уши назад, начинает метаться посреди улицы, сам не зная куда. Обладая он даром речи, он непременно закричал бы, «Иисус, Мария, меня украдут!» Были ли вы когда-нибудь на собачьем рынке? Видели ли там очень испуганных собак? Это все краденый. Большой город воспитал особый вид воров, живущих исключительно кражей собак. Существуют породы маленьких салонных собачек, карликовые тарьеры величиной с перчатку, которые легко поместятся в кармане пальто или в дамской муфте, где их и носят. Даже и оттуда воры стянут у вас бедняжку. Злого немецкого пятнистого дога, свирепо-стерегущего загородный особняк, крадут посреди ночи. Полицейскую собаку стибрят из-под носа у сыщика. Если вы ведете собаку на шнурке, у вас перережут шнурок и скроются с собакой. А вы будете стоять и с глупым видом разглядывать обрывок. 50% собак, которых вы встречаете на улице, несколько раз меняли своих хозяев. И вы можете купить свою собственную собаку, которую у вас несколько лет назад еще щенком украли во время прогулки. Но самой большая опасность быть украденной грозит собаке, когда ее выводят для отправления малой и большой физиологической надобности. Особенно много пропадает их при последнем акте. Вот почему каждая собака настороженно оглядывается при этом по сторонам. Есть несколько методов кражи собак. Собаку крадут или прямо, непосредственно, на манер карманного воровства. Или же несчастное создание коварным образом подманивают. Собака — верное животное, но только в хрестоматиях и учебниках естествознания. Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и в предвкушении сардельки он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого введут к кобыле. На малой стране у дворцовой лестницы приютилась маленькая пивная. Однажды в этой пивной в заднем углу в полутьме сидели двое — солдат и штатский. Наклонившись друг к другу, они таинственно шептались. У обоих был вид заговорщиков времен Венецианской республики. Каждый день в восемь часов утра шептал штатский солдату. Прислуга водит его в сквер на углу Гавличковой площади. Но кусается сволочь зверски, погладить не дается. И, наклонившись еще ближе к солдату, штатский зашептал ему на ухо — «Даже сардельку не жрет». «А жареную?» «И жареную не жрет». Оба сплюнули. «Так что же эта сволочь жрет?» «А черт ее знает что!» «Бывают такие изнеженные да избалованные псы. Что, твой архиепископ?» Солдат и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал. «Один шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, тоже никак не хотел брать у меня сардельку». Следил я за ним три дня. Наконец не выдержал и прямо спросил хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, что, собственно, этот шпиц жрет. Уж больно он красивый. Хозяйке это польстило, и она сказала, что шпиц больше всего любит отбивные котлеты. Ну, купил я ему шницель. Думаю, это будет еще лучше. А шпиц-то, стерва, понимаешь, на шницель даже и не взглянул, потому что это была келятина, а он, оказывается, ничего кроме свинины не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Дал я ему ее понюхать, а сам бегу. Собака за мной. Хозяйка как завопит. Пунтик, Пунтик. И куда там твой Пунтик? Пунтик побежал за котлетой, за угол. А там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у нее было несколько белых пятен, так я их закрасил черным. Никто ее и не узнал. Но другие собаки, а их было порядком, все хорошо шли на жареную сардельку из конины. Все-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел, тебе она скорее скажет. Я уж один раз ее спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула. А вам какое дело? С собой-то она не больно хороша, а попросту сказать обезьяна, но с солдатом говорить станет. А это действительно чистокровный Пинчер. Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет. Да красавец Пинчер! Пальчики оближешь. Самый чистокровный. Это так же верно, как то, что ты Швейк, а я Благник. Мне главное узнать, что он жрет. Тогда я ему это дам и приведу к тебе. Приятели опять чокнулись. Когда еще до войны Швейк промышлял продажей собак, их поставлял ему Благник. Это был специалист своего дела. Говорили, что он покупал из-под полы у живодера подозрительных по бешенству собак и сплавлял их дальше. У него самого случилось разбешенство, и в Венском пастеровском институте он чувствовал себя как дома. Теперь он считал своим долгом бескорыстно помочь Швейку-солдату. Он знал всех собак в Праге и ее окрестностях, а в пивной говорил шепотом, чтобы не выдать себя трактирщику, у которого он полгода назад унес из трактира под полой щенка таксу, дав этому щенку пососать молока из детской бутылочки с соской. Глупый щенок, видно, принял его за свою маму и даже ни разу не пискнул из-под пальто. Благник принципиально воровал только породистых собак и мог бы стать судебным экспертом в этом деле. Он поставлял собак и на псарни, и частным лицам, как придется. Когда он шел по улице, на него рычали собаки, которых он когда-то украл. А стоило ему остановиться где-нибудь перед витриной, как мстительный пес закидывал лапу и опрыскивал ему брюки. На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как бравый солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади. Он поджидал служанку с пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взъерошенный, лохматый, с умными черными глазами пес, веселый, как все собаки после того, как справили свою нужду. Пес гонялся за воробьями, завтракавшими конским навозом. Потом мимо Швейка прошла та, чьим заботам была вверена собака. Это была старая дева с благопристойно заплетенными косичками в виде венчика вокруг головы. Она посвистывала на собаку и помахивала цепочкой и изящным арабником. Швейк заговорил с ней. — Простите, барышня, а как пройти на ожишков? Она остановилась, посмотрела на него, нет ли тут подвоха. Но добродушное лицо Швейка говорило ей, что этому солдату действительно нужно пройти на ожишков. Выражение ее лица смягчилось, и она вежливо объяснила, как туда попасть. — Я недавно переведен в Прагу, — сказал Швейк, — не здешний, из провинции. Вы тоже не прожанка? — Я из Воднен. — Так мы почти земляки. Я из Противина. Знание географии Южной Чехии, приобретенное Швейком во время маневров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края. — Так вы, должно быть, знаете, в Противине на площади мясника Пейхара? — Как не знать? Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек добрый, услужливый, отпускает хорошее мясо и никого не обвесит. — Уж не Ярышев ли вы сын? — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику. — Совершенно верно. — А чей вы какого Ярыша? Того, что из Корча под Противином или из Ражец? — Из Ражец. Ну как он там? Все еще развозит пиво? — Развозит. Как же? — Но ведь ему уже, небось, за шестьдесят. Весной стукнуло шестьдесят восемь, — спокойно ответил Швейк. Недавно он завел себе собаку, и теперь ему веселее разъезжать. Собака сидит на возу. — Аккурат, такая собачка, как вон та, что Воробьев гоняет. Какая красивая собачка, прямо красавица. — Это наша, — объяснила Швейку его новая знакомая. — Я здесь служу у господина полковника. Знаете нашего полковника? — Знаю. Очень образованный господин, — сказал Швейк. — У нас в Будеевицах тоже был один полковник. — Наш хозяин строгий. Когда недавно пошли слухи, будто нас в Сербии потрепали, он пришел домой, словно бешеный, раскидал на кухне все тарелки и меня хотел рассчитать. — Так это значит, ваш песик, — перебил ее Швейк. — Жаль, что мой обер-лейтенант терпеть не может собак. Я их очень люблю. Он сделал паузу и вдруг выпалил. — Собака тоже не все жрет. Наш Фокс страсть как разборчив. Одно время и видеть не хотел мяса, но теперь опять стал его есть. А что он больше всего любит? Печенку. Вареную печенку. Телячью или свиную? — Это ему все равно, — улыбнулась землячка Швейка, приняв его вопрос за неудачную попытку сострить. Они прогуливались еще некоторое время, потом к ним присоединился Пинчер, которого служанка взяла на цепочку. Пинчер обращался со Швейком очень фамильярно, прыгал на него и пытался хотя бы намордником разорвать ему брюки. Но внезапно, как бы учуяв намерение Швейка, перестал прыгать и поплелся с грустным, пришибленным видом, искосо поглядывая на него, словно хотел сказать, — значит, и меня это ждет. Старая дева рассказала Швейку, что она гуляет здесь с собакой каждый день в шесть часов вечера, и что она в Праге ни одному мужчине не верит. Однажды она дала в газету объявление, что хочет выйти замуж, но явился один слесарь, вытянул у нее 800 крон на какое-то изобретение и исчез. В провинции люди куда честнее. Если уж выходить замуж, то только за Деревенского, и то лишь после войны. А выходить во время войны она считает глупым. Останешься вдовой, как другие, больше ничего. Швейк вселил в ее сердце бездну надежд, сказав, что придет в шесть часов, и пошел сообщить своему приятелю Благнику, что пес жрет печенку всех сортов. — Угощу его говяжьей, — решил Благник. — На говяжью у меня клюнул Сент-Бернар, фабриканта, выдры, очень верный пес. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности. Благник сдержал слово. Утром, когда Швейк кончил уборку комнат, за дверью раздался лай, и Благник втащил в квартиру упирающегося пинчера, еще более взъерошенного, чем его взъерошила природа. Пес дико вращал глазами и смотрел мрачно, словно голодный тигр в клетке, перед которой стоит упитанный посетитель зоологического сада. Пес щелкал зубами и рычал, как бы говоря, — Разорву, сожору! Собаку привязали к кухонному столу, и Благник рассказал по порядку весь ход отчуждения. Прошелся я нарочно мимо него, а в руке держу вареную печенку в бумаге. Пес стал принюхиваться и прыгать вокруг меня. Я не даю, иду дальше. Пес за мной. Ну, тогда я свернул со сквера на Бредовскую улицу, и там дал ему первый кусок. Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индришскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацлавскую площадь на Винограды до самых Вршовиц. По дороге пес выкидывал прямо чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лег на рельсы и не желал сдвинуться с места. Должно быть, хотел, чтобы его переехали. Вот, кстати, я принес чистый бланк для аттестата. Купил в пищебумажном магазине Фукса. Ты ведь швейк-мастак по части подделывания собачьих аттестатов. Это должно быть написано твоей рукой. Напиши, что собака происходит из Лейпцига с псарни фон Бюлова. Отец — Арнгейм фон Кальсберг. Мать — Эмма фон Траутенсдорф, происходящая от Зигфрида фон Бузенталь. Отец получил первый приз на берлинской выставке конюшенных пинчеров 1912 года. Мать награждена золотой медалью Нюрнбергского общества разведения породистых собак. Как думаешь, сколько ему лет? По зубам два года. Пиши полтора. Он плохо обрублен, швейк. Посмотри на уши. Это можно поправить. Подстрижем позднее, когда обживется. А сейчас пес еще больше озлится. Похищенный грозно рычал, сопел, метался, и, наконец, лег, усталый, с высунутым языком, и стал ждать, что с ним будет дальше. Понемногу он успокоился и только изредка жалобно скулил. Швейк предложил собаке остатки печенки, которые дал ему благник. Но пес даже не дотронулся до нее. Он лишь посмотрел на печенку и окинул обоих таким взглядом, будто хотел сказать, «Я уже на этом раз обжегся. Жрите сами». Пес лежал с покорным видом и притворялся, что дремлет. Но внезапно ему пришло что-то в голову, и, встав на задние лапы, он передними стал просить. Пес сдавался. Но на швейка эта трогательная сцена ничуть не подействовала. «Ложись!» — крикнул он псу. Бедняга лег жалобно скуля. «Какую кличку вписать ему в аттестат?» — спросил благник. «Раньше его звали Фокс. Нужно подобрать что-нибудь похожее, чтобы сразу понял. Ну, назовем его хотя бы Максом». «Посмотри-ка, благник, как ушами зашевелил. Встань, Максик!» Несчастный пинчер, у которого отняли и родной кров, и родное имя, встал в ожидании дальнейших приказаний. «Я думаю, его можно отвязать», — решил швейк. «Посмотрим, что он будет делать». Когда собаку отвязали, она сразу подошла к двери и три раза отрывисто гавкнула на крючок, рассчитывая, очевидно, на великодушие этих злых людей. Однако, видя, что люди не понимают ее желание выйти отсюда, она сделала у двери лужу, уверенная, что за это ее вышвырнут, как это случалось во времена ее юности, когда полковник строго по-военному учил ее соблюдать чистоту. Вместо этого швейк заметил. «Э-э, да он хитрый! Это прямо иезуитский номер!» Швейк вытянул Макса ремнем и ткнул его мордой в лужу, так что тот долго не мог дочисто облизаться. Пес заскулил от позора и начал бегать по кухне в отчаянии, обнюхивая свой собственный след. Потом ни с того ни с сего подошел к столу, сожрал положенные на полу остатки печенки, лег к печке и после всех своих злоключений уснул. «Сколько я тебе должен?» — спросил швейк Благника при прощании. «Не будем об этом говорить, швейк», — мягко сказал Благник. «Для старого товарища я на все готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через Главличкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе еще понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу». Швейк дал Максу как следует выспаться, а сам тем временем купил у мясника четверть кило печенки, сварил ее и, положив собаке под нос, стал ждать, когда она проснется. Макс еще с просонья начал облизываться, потянулся, обнюхал печенку и проглотил ее. Потом подошел к двери и повторил свой опыт, залаев на крючок. «Максик», — позвал его Швейк, — «поди сюда». Макс недоверчиво подошел. Швейк взял его на колени и стал гладить. Тут Макс в первый раз приятельски завилял своим обрубком и осторожно стал хватать Швейка за руку, потом нежно подержал ее в своей пасти, глядя на Швейка умным взглядом, будто говоря, «Ничего, брат, не попишешь. Вижу, что дело проиграно». Продолжая гладить собаку, Швейк стал нежным голосом рассказывать сказку. Жил-был на свете один песик, звали его Фокс, а жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришел однажды один человек, да Фокс-то и украл. Попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту и прозвали его Макс. — Максик, дай лапку. — Начать будем с тобой, сукин сын, приятели, если только будешь слушаться. А не то тебе на военной службе солуно придется. Макс соскочил с колен и начал в шутку нападать на Швейка. Вечером, когда поручик вернулся из казармы, Швейк и Макс были уже закадычными друзьями. Глядя на Макса, Швейк философствовал. — Если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома. Поручик Лукаш был приятно поражен, увидев Макса, который тоже обрадовался, опять увидев человека с саблей. На вопрос поручика, где Швейк достал собаку и сколько за нее заплатил, Швейк совершенно спокойно сообщил, что собаку подарил ему один приятель, которого только что призвали в армию. — Отлично, Швейк, — сказал поручик, играя с собакой. — Первого числа получите от меня за пса пятьдесят крон. — Не могу принять, господин обер-лейтенант. — Швейк, — строго сказал поручик, — когда вы поступали ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня пятьдесят крон, то вы должны их взять и пропить. — Что вы сделаете, Швейк, с этими пятью-десятью кронами? — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пропью согласно приказанию. — А если я забуду об этом, то приказываю вам, Швейк, доложить мне, что я должен вам дать за пса пятьдесят крон. Понятно? — Нет ли у него блох? — Лучше всего выкупайте и вычешите его. — Завтра я на службе, а послезавтра пойду с ним гулять. В то время как Швейк купал собаку, полковник, ее бывший владелец, ругался, на чем свет стоит, и угрожал неведомому вору, что придаст его военно-полевому суду и велит расстрелять, повесить, засадить на двадцать лет в тюрьму и разрубить на мелкие куски. Грубое немецкое ругательство разносилось по квартире полковника так, что стекла дрожали. — С этими бандитами я живо расправлюсь! Над Швейком и поручиком Лукашем нависла катастрофа. Глава пятнадцатая. Катастрофа. Полковник Фридрих Краус фон Цилергут Цилергут — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии, был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например, вот это, господа, окно. — Да, вы знаете, что такое окно? Или — Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. — Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? — Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубления. — Да-с. Копают канавы при помощи кирок. — Известно ли вам, что такое кирка? — Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении. — Книга, господа, — это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. — Да-с. — Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? — Клейстер — это клей. — Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара, и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую. Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках. Действительно было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил прямо чудеса. Никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло. Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее тупыми военными сановниками Старой Австрии, он получал разные награды и ордена, которыми гордился чрезвычайно, он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук. На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос. Почему введенные в армии винтовки называются манлихеровки? Манлихеровка — особый вид винтовки с магазином, названный так по имени изобретателя Фердинанда Манлихера 1848-1904. Винтовка эта была введена в армиях многих стран — Австрии, Германии, Франции и других. В полку о нем говорили с насмешкой. Ну вот, развел свою манлихеровину. Он был необыкновенно мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Ну, если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошение в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации. У полковника недоставало половины левого уха, которую ему отсекли в дни его молодости на дуэли, возникшей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергуд — большой дурак. Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота. Тоже безудержное слово излияния, тоже изобилие крайней наивности. Однажды на банкете в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергуд ни с того ни с сего провозгласил. А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, двумя. Вижу дым, подхожу ближе. Оказывается, локомотив и с другой стороны тоже локомотив. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного. И, выдержав паузу, добавил. Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого еще болтают об инерции, господа. Не едет. Стоит. С места не трогается. Нет бензина. Ну, не смешно ли? При всей своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире стоял домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь и к причастию в костел святого Игнатия. И с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных. Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных. К чему возить сюда пленных, — говорил он, — перестрелять их всех. Никакой пощады. Плясать среди трупов. А гражданское население Сербии сжечь все до последнего человека. Детей прикончить штыками. Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирерта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых он призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их. Пусть выше гор, до самых облаков людские кости и дымящееся мясо громоздятся. Закончив занятие в школе вольно определяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом. — Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант, — заботливо сказал Швейк. — Будьте с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. — Я бы не советовал вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в доме образ Марии, страшный кусак. Как увидит в своем районе чужую собаку, готов ее разорвать, боится, как бы она у него чего не сожрала. Совсем как нищий у церкви святого Гаштала. Образ Марии. Название старинной гостиницы в Праге. Как нищий у церкви святого Гаштала имеется в виду эпизод, когда полиция арестовала нищего, который постоянно собирал милостыню у входа в костел святого Гаштала. Он отгонял от костела других нищих, так как последние, по его мнению, собирали милостыню не в своем районе. Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю, в общем, всячески проявлял свою радость по поводу предстоящей прогулки. Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах. О чем завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? Как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания? На кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу? Это нужно только артиллеристам. Ну, существуют же, наконец, карты генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту, и все ясно. Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Хальт!» Стой! Услышав этот окрик, пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгая «Хальт!». Перед поручиком стоял полковник Краус фон Цилергуд. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его. Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь. Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии. «Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — уговаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм. Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно и точно, и с серьезным видом. Он подстригал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника, рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря, «моё почтенце», он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания, я не видел. «Солдат, — говорил он, — должен в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь, или делает вид, что не видит начальство, или же отдает честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное». «Господин поручик», — грозно сказал полковник Краус. «Младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено». «А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с крадеными собаками?» «Да, с крадеными. Собака, которая принадлежит другому, краденая собака». «Это собака, господин полковник», — возразил было поручик Лукаш. «Принадлежит мне, господин поручик». Грубо оборвал его полковник. «Это мой Фокс». А Фокс или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви. «Гулять с крадеными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера». «Вы не знали?» «Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий». Перемел полковник Краус, гладя Фокса Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник науськивал его. «Возьми, возьми его». «Господин поручик», — продолжал полковник, — «считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденом коне? Прочли ли вы мое объявление в богемии и тагоблатте, а о том, что у меня пропал пинчер? Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты?» Полковник всплеснул руками. «Ну и офицеры пошли. Где дисциплина? Полковник дает объявление, а поручик их не читает». «Хорошо бы съездить тебе раз в два пороже, старый хрыч», — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, предававшие ему сходство с орынгутангом. «Пройдемте со мною», — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу. «На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво, да-с. Прогуливаться с собакой своего начальника, в то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров. А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявления о пропаже собаки сто лет подряд, двести, триста лет». Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и сказал, «Можете продолжать прогулку». Повернулся и пошел, злобно стягая хлыстом по полам своей офицерской шинели. Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услыхал «Хальт!» Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца-запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его. Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания. «Что сделать со Швейком?» Размышлял поручик. «Всю морду ему разобью». «Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней? И то этому негодяю мало». Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой. «Убью его, мерзавца!» Сказал он про себя, садясь в трамвай. Между тем, бравый солдат Швейк был всецело погружен в разговор с Вестовым из казармы. Вестовой принес поручку бумаги на подпись и поджидал его. Швейк угощал Вестового кофе. Разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу. Говорилось об этом как о чем-то неподлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, «Безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы». «Государь-император, небось, одурел от всего этого», — заявил Швейк. «Умным-то он вообще никогда не был. Но эта война его наверняка доконает». «Да балда он!» — веско поддержал солдат из казармы. «Глуп, как полено!» «Видно, и не знает, что война идет». «И мы, наверное, постеснялись об этом доложить». «А его подпись на манифесте к своим народам одно жульничество?» «Напечатали без его ведома. Он вообще уже ничего не соображает». «Он того», — тоном эксперта дополнил Швейк. «Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребенка». На медне, в пивной, один господин рассказывал, что у него две кормилицы, и три раза в день государь-император подносит их к груди. «Эх», — вздохнул солдат из казармы, — «поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия наконец успокоилась». Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете. А солдат, делая из этого изречения, практический вывод прибавил, «как только попаду на фронт, тут же смоюсь». Так высказывались солдаты о мировой войне. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слухи, будто у находа уже слышна орудийная пальба, и будто русский царь очень скоро будет в Кракове. Наход — город на севере Чехии. Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию, и что германские солдаты получают сигареты и шоколад. Потом они вспомнили о войнах былых времен, и Швейк серьезно доказывал, что когда в старое время в осажденный город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой воне. Он дечитал, что один город осаждали целых три года, и неприятель только и делал, что развлекался с осажденными на такой манер. Швейк рассказал бы еще что-нибудь не менее интересное и поучительное, если бы разговор не был прерван приходом поручика Лукаша. Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату. Глаза поручика метали молнией. Сев на стул и глядя на Швейку, он размышлял о том, с чего начать избиение. — Сначала дам ему раза два по морде, — решил поручик. — Потом расквашу нос и оборву уши. — А дальше видно будет. На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами. Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. — Такую хорошую ангорскую кошку вам уже не найти. — Что мне с ним делать? — мелькнуло в голове поручика. Боже, какой у нее глупый вид. А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствуя о полном душевном равновесии. Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается. Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал, «Швейк, вы украли собаку!» Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. Ситуация. На спаленной улице живет мастер, который делает кожаные сумки по фамилии Куныш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял. Обычно он оставлял собаку в пивной, иногда у него ее крали, а то даже брали взаймы и не возвращали. Молчать, скотина, черт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй, или же верблюд, болван, ходячий анекдот. Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Откуда вы ее достали? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир. Говорите правду, украли или нет? Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал. А знали, что пес краденый? Так точно, господин обер-лейтенант, знал, что пес краденый. Иисус Мария, швейк, я вас застрелю, скотина! Тварь, осел, дерьмо, неужели вы такой идиот? Так точно, господин обер-лейтенант, такой. Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом? Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант. И швейковские глаза добродушно и приветливо глянули в лицо поручику. Поручик опустился в кресло и застонал. За что бог наказал меня такой скотиной? В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная, зачем он послал швейка за газетами «Богемия» и «Тагеблат» и велел ему прочесть объявление полковника о пропаже собаки. Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил. Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, упрямо одно удовольствие читать. И еще сулит награду в сто крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается пять, десять крон. Некий Божитах из Кошерш только этим и кормился. Украдет, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявление о том, где какая собака потерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица, и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. Истратил на объявление целых пять крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака. Она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божитых взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове, и с той поры зарекся помещать в газет объявление. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявление в газет. — Идите-ка спать, Швейк, — приказал поручик. — Вы способны нести околесицу хоть до утра. Сам поручик тоже отправился спать. В эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привел ему, Лукашу. А на смотру наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, горцевал на нем перед своей ротой. На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове, его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру. Но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка. Он спрашивал, — в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя? Поручик тихо простонал в постели. — Вон, скотина! Это ужасно! Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом. — Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку? — Знаете что, Швейк, у меня большое желание предать вас полевому суду, — сказал поручик со вздохом. — Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Вы посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? — Вы! Глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Но скажите откровенно, Швейк, нравитесь ли вы самому себе? — Никак нет, господин обер-лейтенант. — Не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот этак, голова будто помойная лоханка, брюхо, как у налившегося пивом каноника, условом фигура. Как-то шел мимо генерал-губернатор. Поглядел на себя. Ну, моментально это зеркало пришлось снять. Поручик отвернулся, вздохнул, и счел за лучшее заняться кофе со сливками. Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение. Марширует Греновель к прашной бране на шпацир. Сабельки сверкают, а девушки рыдают. Марширует Греновель. Чешская солдатская песня. Марш гренадиров. Прашно-брана — старинная пороховая башня в центре Праги. И потом. Мы солдаты молодцы. Любят нас красавицы. У нас денег сколько. Хошь? Нам везде прием хорош. Тебе-то уж, наверное, везде хорошо про хвост, — подумал поручик и сплюнул. В дверях показалась голова Швейка. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Тут пришли за вами из казармы. Вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь ординарец. И фамильярно прибавил. А это должно быть насчет той самой собачки. Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик с давленным голосом сказал «слышал уже». И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле. — Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в девяносто первый полк в Будеевице. Знаете ли вы, где находятся Будеевицы? — На Волтаве, да. — На Волтаве. И впадает в нее там Огрже. Ну, или что-то в этом роде. Город большой. Я бы сказал, гостеприимный. И, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры. Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему. Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать. Ну вот, муха попала в чернильницу. Это удивительно. Зимой мухи попадают в чернильницу. Непорядок. Да говорю уж, наконец, старый хрыч, — подумал поручик. Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету. Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись. И тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров перебили сербы. Даю вам честное слово, что в течение трех дней вы будете в девяносто первом полку в Будеевицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые... И не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал, — Уже половина одиннадцатого. Пора принимать полковой рапорт. На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он едет на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на некозанке. Некозанка переулок в центре Праги, где находилось несколько ночных увеселительных заведений. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка, — Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон? — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это марш-ботяк, а маршевая рота — маршка. Мы это всегда сокращаем. — Итак, объявляю вам, Швейк, — торжественно провозгласил поручик, — что мы вместе отправимся в марш-ботяк, если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. — Вы довольны? — Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен, — ответил бравый солдат Швейк. Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью. Послесловие к первой части «В тылу». Заканчивая первую часть похождений бравого солдата Швейка «В тылу», сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части — «На фронте» и «В плену». В этих частях и солдаты, и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности. Жизнь — не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит, как умеет. Церемонии мейстер доктор Гуд говорит иначе, чем хозяин трактира у чаши, палевец. Доктор Гуд Иржи Станислав Гуд-Ярковский, преподаватель средней школы, автор книг о светских манерах. В 1919 году был приглашен президентом Масариком в качестве церемонии мейстера во дворец. А наш роман «Непособие о том, как держать себя в свете» и «Ненаучная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе». Это историческая картина определенной эпохи. Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражение или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Но осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдно изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лже-морали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идет вразрез с тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература. Но это только один. Притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь народ в сентиментальных людишек, онанистов, псевдокультуры типа святого Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила. Такие типы на людях страшно негодуют, но с огромным удовольствием ходят по общественным уборным и читают непристойные надписи на стенках. Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности. Нельзя требовать от трактирщика Палевца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова, доктор Гуд, госпожа Ольга Фастрова и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках, разговаривают на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль. А за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. Госпожа Лаудова Лаудова-Горжицева, 1868-1931, известная чешская артистка, писавшая в газете Чешской аграрной партии Венков о светских манерах. Ольга Фастрова, автор статей о светском воспитании, печатавшихся в буржуазной газете «Национальная политика». Пользуясь случаем сообщить здесь, что трактирщик-палевец жив, он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца Иосифа. Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги. Ему доставило громадное удовольствие все, что я о нем написал, выставив его как всем известного грубияна. «Меня уже никто не переделает», — сказал он мне. «Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать себе глотку из-за какой-то ослиц. Нынче я стал знаменитым». Его уважение к себе возросло, его слава зиждется на нескольких сильных выражениях, это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я захотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выражаться не следует, что, конечно, в мои намерения не входило. Я, безусловно, оскорбил бы этого порядочного человека». Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест Чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови. Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет Фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, вышел из церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без устали проповедовал и в конце концов заявил «Эй вы, гипсовые головы, я Отто Кац, Фельдкурат». Много людей типа покойного Брэдшнайдера, государственного сыщика Старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит. Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого. Ты глуп, как швейк. Это свидетельствует о противоположном. Однако, если слово «швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка. Ярослав Гашек Продолжение следует...